На втором и третьем этажах планируют завершить чистовую отделку в ближайшие 2-3 недели. Там закрыты потолки, монтируют свет, розетки и выключатели. Саровским журналистам рассказали о готовности школы номер 11 на улице Зорге. Пищеблок, по словам подрядчика, практически готов. Там установлены раковины и смесители. Среди крупных работ на объекте остаётся вентиляция. Самое проблемное всё-таки остаётся на самом деле ещё вентиляция. На крыше надо доделать выходы наверх, там есть сложности определённые. Мы так вот давно, наверное, месяц три назад уже говорили, что предыдущий подрядчик немножко не доделал эту работу. Вот мы до сих пор с ней разбираемся. Есть сложности. Небольшие, но есть. Занимаются на объекте и благоустройством территории. На этой неделе начнут заливать асфальт и сеять траву, стелить газоны и резиновое покрытие для беговых дорожек. К проблемам, тормозящим ход строительства, относят недостаток рабочих. Сейчас на объекте трудятся 73 человека. В ближайшее время в город смогут приехать ещё 20. Однако рабочей силы всё равно недостаточно, поскольку в среднем на такой площади должно работать 120-150 человек. Работы планируют завершить к ноябрю. Да, родители приходят, мы с ними ведём открытый диалог, общаемся. Они всё видят, все наболевшие вопросы, в принципе. Проблем нет, ничего мы не скрываем здесь. Ну а срок сдачи, ну, у нас остаётся два месяца. Я думаю, мы укладываемся. Ну, по крайней мере, всё для этого делаем. Есть трудности определённые, конечно, с рабочими, потому что всё-таки закрытый город, и тяжело ввести нам сюда людей. Стараемся обходиться местными. Ну, местные тоже немножко как бы, у них свои здесь законы. А вот капитальный ремонт другой 11-й школы на Павлика Морозова вышел на финишную прямую. Второй и третий этажи готовы полностью. Там вешают доски, заносят парты. Первый этаж готовят к покраске вторым слоем. Входная группа готова, асфальт перед зданием уложен. Остались работы по благоустройству территории. На объекте сейчас трудится 60 человек. Осталось сделать благоустройство. С левой стороны здания и сзади, получается, это будет всё производиться вот в среду. То есть сегодня идёт апсальт к щебням, вот в среду будет кататься асфальт. Потом по внутренним работам вентиляция готова, отопление готово, ХВС готово. Устанавливаются фаянсы, душевые кабинки. Ну, практически они уже везде сделаны, кроме пристроя. 1 сентября здесь пройдёт торжественная линейка. Начальные классы смогут сесть за парты в День знаний.